Улица Шмидта. Еще вчера ее большая часть была под водой. Сегодня же стихия отступила, оставив после себя хаос. Дом Дмитрия Копасова находится практически на окраине улицы и, по признанию мужчины, вода пошла именно через его двор. В доме полнейший ужас, говорит Дмитрий. Часть мебели и бытовой техники серьезно пострадала, несмотря на то, что все заранее было поднято. Никто не думал, что уровень воды будет настолько высок. На метр воды, на метр приподняли все. Котел газовый снял, я успел. Перед тем, как затопило, поставил. На метр подняло и все равно все утопило. Холодильники оторваны, дверцы лежат. Все, что высоко было, все плавает. Все перевернуло. Ну так-то у меня застрахованы все. Надеюсь, что чем-то помогут хотя бы руками разобрать все это. Это надо не только в доме мне сейчас дела делать, но надо еще и двор прибрать, а дети. И сюда переезжать пока не вижу возможности никакой. Во многие дворы и сейчас не попасть. Калитки завалены изнутри строительным мусором, кирпичами. Кому-то принесло даже соседские бани. Все, что наживалось годами, вода срывала с места и с легкостью уносила. Зачастую бывает так, что нужный для восстановления стройматериал находится на соседском участке или на параллельной улице. Многие дворы до сих пор находятся под водой. И картина в них практически идентична. Кому-то принесло чужой брус, дрова, парники. И, как признаются сами жители местных домов, такого ужаса они давно уже не видели. Там, где еще вчера можно было передвигаться на лодках или катерах на воздушной подушке, сегодня горожане идут к своим домам в резиновых сапогах, чтобы начать вновь обустраивать быт. Сейчас подтопленные улицы больше напоминают бурные реки. Местами вода находится в белозейке и уходит в низины. В других же местах ей помогают люди с лопатами. Вот еще один пострадавший от стихии дом. Хозяева пребывают в шоке. Говорят, когда зашли домой, потеряли дар речи. Стихия постаралась на славу, рассказывает Андрей Молдаван. Сколько сил и средств потребуется для восстановления жилья и приведения его в человеческий вид, известно, наверное, лишь Богу. Одно ясно уже сейчас. Ущерб дому нанесен колоссальный. Пока еще вода из подвалов не откачана, ничего не откачано. Это еще пока непредсказуемо. Вплоть до того, что может даже придется переливать и сделать новые фундаменты, даже все менять. Это пока словами не сказать, сколько, чего. Это все будет тогда, когда уже отойдет полностью вода. Хотелось бы, естественно, помощи какой-нибудь хотя бы тогда. Больше надеемся на себя, чем на эту помощь. Несмотря на то, что вода стремительно отступает, многие дома все еще остаются под властью стихии. Впереди у всех долгий период реабилитации от общего горя и месяца восстановительных работ в домах и квартирах. Андрей Жирин, Юрий Воронин. Новости провинции.